В этом видео я вам расскажу о своей недавней трёхдневной поездке по Болгарии вместе со своей любимой туристической фирмой. С этой фирмы я искресила половину Болгарии. И досмотрев это видео до конца, вы поймёте, почему. Я расскажу о программе поездки, проведу обзор отеля, в котором мы ночевали, и только в самом конце вы узнаете о цене. Итак, вначале о программе поездки. Это видео мы монтируем уже задним числом, и потому вы увидите видеофрагменты с тех мест, которые я посетила. Я думаю, что так будет интереснее и понятнее. В первый день мы выехали из Варны в 6 утра, и рассвет встречали уже в дороге. Но спать было совсем некогда, ведь в Болгарии на каждом шагу встречаются какие-нибудь исторические достопримечательности. Смотрела в окно внимательно. В этот день мы посетили знаменитую Плевенскую панораму, запечатлевшую одно из важнейших событий русско-турецкой войны 1877-78 годов. И этому будет посвящено отдельное видео, которое скоро появится на моём канале. Мы погуляли по чудесному центру города Плевена, который в эту пору весь цветёт. Цветущие деревья вокруг, необыкновенный запах. Мы сейчас остановились на одной заправке. Мне очень нравится, что в Болгарии таким образом организованы всегда экскурсионные поездки, что где-то через два, максимум через два с половиной часа. Мы делаем остановку. Это всегда заправка, это какое-то кафе, где можно сходить в туалет, выпить кофе. Всё очень запрещено, очень красиво, очень хорошо. Так что, вот, приезжайте в Болгарию, путешествуйте в Болгарии. А затем мы поднялись высоко в горы, чтобы посетить одну из самых крупных и самых холодных пещер Болгарии – пещеру Леденику. И, конечно, скоро вы увидите и специальное видео про Леденику. Во второй день нашего путешествия мы побывали в удивительном мистическом месте с очень сильной энергетикой. Это очень необычные по цвету и разнообразные по форме скалы, созданные величайшим творцом природы. В давние времена здесь существовало трокейское святилище. Затем пришли римляне и соорудили военную крепость. Позже её использовали болгары, расширив и дополнительно укрепив. Удивительно, что и турки не разрушили эту крепость, а наоборот пригласили даже французских специалистов, чтобы превратить её в новейшее для того времени оборонительное сооружение. И вот именно в таком виде и существует сегодня крепость, как один из уникальных культурных и исторических объектов. Затем в нашем плане была самая большая в Болгарии пещера Маура. Она известна как первая открытая для посещения туристов в этой стране. Ну, а самой пещере свыше 12 миллионов лет. 12 миллионов! Вы только представьте себе, какие чувства испытываешь, когда ходишь внутри этой древности. Кустика какая. Так, ещё ниже спускаемся. И, конечно же, Маура вполне заслуживает того, чтобы сделать о ней отдельное видео. Так что ждите. Вскоре на моём канале это видео и появится. Всё видно? Прекрасно видно. И мы туда идём. Но самое главное, что в ней находятся уникальные наскальные рисунки, сделанные рукой пещерного человека. До сих пор учёные не могут разгадать их тайну. Когда всё-таки они были созданы? Точное время их появления. И с помощью каких материалов они были сделаны? Кстати, чё-то не забыла. В Магуре мы же встретили настоящую пещерную собаку. Ну, а в конце дня была ещё одна крепость. На этот раз возведённая уже проболгарами на Дунае. Это единственная сохранившаяся в таком полном виде проболгарская крепость. Более подробный, детальный рассказ о проболгарской крепости Баба-Вида вы сможете вскоре увидеть на моём канале в специальном видео. Третий день нашего путешествия начался с посещения черепишки монастыря. Монастырь находится на берегу реки Искр. Вот она. Послушайте немножко шум воды. Ну что, пойдём в монастырь. А вот почему такое странное для монастыря название – черепишки? И побольше об его истории вы узнаете, конечно, из специального видео, которое будет посвящено этому монастырю. Потом мы проехали по удивительному селу Чивдар, мэр которого не ворует бюджетных денег, а пускает их все на повышение качества жизни населения. И поэтому здесь инфраструктура получше, чем в некоторых городах. И последним пунктом нашего путешествия стал археологический резерват Тополница, находящийся рядом с Чивдаром. Здесь люди проживали ещё с неолитических времён. Про Тополницы я подготовила отдельное видео, а сейчас мы заглянем туда только краешком глаза. Сейчас мы с вами идём в такое реконструированное, восстановленное как бы неолитное поселение. Так, это жилище. Значит, сделаны они тоже из глины, покрыты крышей чем-то типа тростника, и вот там, видите, есть труба. Значит, жилище это имело уже очаг. Так, сейчас посмотрим с вами окно. Значит, ну вот такого оно вида. Понятное дело, что там не было ни стекла, ни ещё даже слюды. Вот. Зайти туда мы не можем. И представляете, какая красота здесь открывается. Ну а теперь об отеле, в котором мы останавливались на две ночи. Между прочим, этот знак говорит о том, что здесь могут свободно себя чувствовать люди с ограниченными возможностями. Так, ну я сделаю обзор очень кратенько, чтобы не затягивать время. Просто в целом, значит, это такой маленький холик, или, я не знаю, как сказать, коридорчик, да, вот с вешалкой. Здесь уже обувь моя стоит. Значит, зеркало имеется. И вход в баню. Вот. Ну мы туда немножко позже зайдём. Значит, вот эта комната, номер двухместный. Вот две отдельные кровати. Имеется здесь тоже и шкаф для одежды. Вот там маленький холодильник и зеркало. Так, что у нас в холодильнике? Ну, в холодильнике даже что-то есть тут. Смотрите, и спиртное есть, и вода. Вот. Но это, естественно, уже всё за дополнительную плату, да. То есть при отъезде, если вы чем-то воспользовались, то, соответственно, вы будете платить. Так, значит, что у нас ещё есть? Телевизор и окно со шторами. Ну, я пока их открыла для того, чтобы вам показать. Вид, в принципе, очень такой симпатичный, да. Это центр города. То есть отель расположен очень так здорово. И вот они, эти знаменитые белые скалы. То есть город стоит в горах, городок. Ну, сейчас идём в баню. Так, ну что, умывальник. Значит, естественно, принадлежности. Шампунь и мыло. Зеркало. Так, полотенце. И душ. Болгарская специфика. Вот. Значит, вот такой. Он тоже очень маленький по размерам. Но, в принципе, совершенно как бы нормально, да, здесь вот переночевать. Особенно, если у вас цель поездки такая познавательная. Да, туристическая, а не роскоши вы ищите, то я считаю, что вполне нормально. Но у меня вообще всё устраивает. Цена за номер в отеле включала в себя возможность посещения спа-центра в течение дня. И в первый вечер я, конечно же, заглянула в спа-центр. И потом всё в таком римском стиле. Я не пошла в тренажёрный зал, а пошла туда, где мои любимые водные процедуры. В самой парной, устроенной по принципу римских терм, конечно же, видео снять не удалось из-за большого количества пара. Но мне там очень понравилось. А также два завтрака и два ужина. Так, завтрак у нас по принципу шведского стола. Сейчас посмотрим, что там дают. Какой-то киселом ляканец. Да. Ой, доброе утро. Не узнал? Доброе утро. А что ещё? Всё у нас как шведский стол, у нас нету порционного, да? Да, да, да. Всё. Так, посмотрим, что там. А это что-то горячее? Белое горячее. А, яйца. Яйца, крем-карши. Варёные. В туржине филейки. Понятно. Так, и здесь у нас что? Соки, кофе, чай, да? Столько было впечатлений за эти три дня великолепной поездки по прекрасной весенней цветущей Болгарии, что, признаюсь честно, подустала я немного, и переваривать эти впечатления теперь придётся долго. И пока все видео сделаешь, да вам на канал выложишь. Ну, усталость – это приятное. И ощущение, конечно, удивительной счастливости от путешествия по прекрасной стране. Ну, а теперь о стоимости экскурсии. Три дня очень долгого путешествия с двумя ночёвками, двумя завтраками, двумя ужинами и возможностью посещения спа-центра, а также экскурсионное обслуживание обошлось мне около 7 тысяч рублей. Вот как вы считаете, это дорого или дёшево, или нормально? Для сравнения я хочу сказать, как раз перед путешествием я получила информацию от одной своей московской туристической фирмы услугами, которой я пользовалась, о том, что они организуют двухдневные путешествия из Москвы в Смоленскую область, и вот стоимость этой поездки обошлась бы мне около 10 тысяч рублей. Ну что, я жду ваших комментариев, ваших отзывов о той поездке, которую я совершила вместе со своей любимой болгарской экскурсионной туристической фирмой. Жду ваших лайков, ну и жду ваших, конечно, отзывов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! КОНЮДСЯ Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...